Приветствую, дорогие друзья, в новом уроке нашего бесплатного курса инвестиций здорового человека. И в этом уроке мы с вами разберем такой немаловажный фактор, как инфляция, и какое влияние она оказывает на нашу с вами жизнь, и как с ней бороться. Что ж, поехали. Сегодня в этом уроке мы с вами разберем, что такое инфляция, и почему о ней стоит всегда помнить, да, логично, учитывать и защищаться от нее, и как с вероятностью 100% можно от нее защититься, чтобы наши с вами кровные сбережения, накопления, не теряли в своей доходности. Ну что ж, поехали. Итак, что такое инфляция? Давайте простым языком, здесь я специально привел вот такую вот картинку. Инфляция это такая крыса, которая тихо сжирает ваше накопление. Вы ее не видите, вы ее не слышите, просто она потихонечку поджирает то, что у вас есть. То есть, если у вас ваше накопление, то есть, одним из важных, ну, скажем так, функций домохозяйства любого человека, любой семьи является функция накопления и сбережения. То есть, это то, без чего не может развиваться ни один бизнес, без чего не может развиваться ни одна семья, без чего не может быть речи там о финансовой стабильности. Причем, в данном случае хочется привести в пример политику Центрального банка, например, Российской Федерации с 2012-2014 годов, когда максимально все усилия были направлены на то, чтобы увеличить резервы Центрального банка, увеличить фонд национального благосостояния, для того, чтобы смягчать кризисы, которые предстоят переживать стране. И мы видим, как это работает эффективно. То есть, например, в ситуации, которая начала развиваться с 24 февраля 2022 года, мы видим, что именно благодаря резервам, благодаря большому размеру фонда национального благосостояния, или же иначе кубышки, это позволяет избежать многих проблем, которые могли бы появиться, не будь этого. Поэтому, соответственно, когда вы, как семья или как человек, индивидуум, находитесь на этапе накопления и сбережений, то вы должны помнить об этой крысе, которая всегда следует по вашим пятам. Отчасти инфляцию еще можно назвать налогом на бедных, потому что, как правило, богатые всегда сидят в активах. То есть, если мы посмотрим на распределение активов среди богатых и бедных, то мы увидим, что у богатых преобладают активы, это акции и недвижимость, а у бедных это наличные и депозиты. И, естественно, если мы будем двигаться дальше, то есть, вот давайте посмотрим, вот так выглядит покупательская способность рубля и динамика ваших личных накоплений. То есть, грубо говоря, если ваши деньги, не важно, кстати, лежат они в рублях, или лежат они в долларах, или лежат они в евро, абсолютно не имеет значения. График будет идентичным. То есть, пока ваши деньги лежат в рублях, вы будете терять каждый год частичку своих денег. Вроде бы, как бы они у вас не уменьшились в абсолюте, да, у вас как было, там, не знаю, миллион рублей, 2, 100, 200, так и осталось. Но купить на эти деньги вы уже можете не, допустим, 100 товаров, а 90 товаров. Это и есть инфляция. Кстати, яркий пример, допустим, взять бутылку Кока-Колы. То есть, раньше у нас была бутылка 1 литр, и стоила, например, она там 100 рублей. Сейчас бутылка 0,9 литра, и стоит она те же 100 рублей. То есть, в тот, в тот, ну, это тот случай, когда повышать цену они не готовы, потому что тогда потребитель не сможет приобретать этот товар, или переключиться на альтернативный, или еще что-либо. И, соответственно, в таком случае они делают незаметный ход конем, потому что мало кто обратит внимание на то, что там уже не литр, а 0,9. То есть, визуально бутылки-то будут идентичны. Но только за те же деньги вы уже покупаете меньше товара. И это, об этом нужно помнить. Дальше, соответственно, я предлагаю вам сравнить, да, скажем так, инструменты инвестиций среди людей. Одним из популярных инструментов инвестиций, естественно, является кэш-наличка, просто где-то лежит, копится под матрасом на банковском счете и так далее. Кэш. Второе. Депозит. Третье. Это недвижимость. Это вот три популярных инструмента. Причем кэш-депозит это для тех, кто, ну, скажем так, не средний класс, да, то есть ниже, то есть они в основном используют эти инструменты. Недвижимость это для тех, кто перешел на новый уровень, да, вот. Но это вот три популярных инструмента, где размещено больше всего денег наших граждан. И, в принципе, без разницы. В наших, я хочу сказать, что ситуация с тем, как распределены средства, она очень схожа в России, Украине, Белоруссии, Казахстане, Туркменистане, Турции и так далее, да, то есть как бы немножечко отличается ситуация в Европе и совсем, и, ну, как бы еще немножечко там в Соединенных Штатах Америки, но все равно большинство людей прибегают именно к такому варианту размещения. А теперь давайте я специально на графике привел пример того, что, ну, то есть какой накопленный эффект у вас будет от размещения денег в тот или иной инструмент и сравнил это с инфляцией. Итак, инфляция это у нас оранжевая линия, недвижимость это у нас серая линия и депозиты это у нас синяя линия. Обратите внимание, что если бы вы держали свои деньги на депозитах с 1999 года после деноминации, я беру, потому что до деноминации статистика несколько кривая, то есть после деноминации, то есть, скажем так, новый рубль, то вы бы на депозитах потеряли деньги, несмотря на то, что в абсолюте у вас рублей стало вроде бы как бы больше, но в абсолютном значении, учитывая инфляцию, рублей у вас по факту стало меньше. Это вот как раз-таки вот та самая история, которую мы можем с вами видеть на предыдущем слайде, да? Ну, то есть, вот вернемся, вот, покупательская способность ваших денег, она упала, и на эти же деньги вы сможете купить меньше. Недвижимость, естественно, обратите внимание, были периоды, когда она была ниже инфляции, да? Потом резкий рост стремительный, коррекция, рост, коррекция, и вот сейчас, отчасти, если мы будем брать хорошо там технический анализ, мы видим, что рисуется треугольник, и, соответственно, там недвижимость продолжит расти. Вот, и так или иначе, недвижимость — это класс активов, естественно, это является активом, но здесь не нужно, скажем так, здесь очень важна диверсификация, потому что если вы будете там брать жилую недвижимость, то, естественно, это история про сохранить, именно сохранить деньги, чтобы не потерять на инфляции на длинном горизонте, но никак не про создание капитала. Создание капитала еще, возможно, с коммерческой недвижимостью, но, естественно, она, как правило, дороже, и, как правило, требует определенных квалификаций, уровня знаний и так далее, и тому подобное. Ну, и плюс, соответственно, ликвидность разная. Ну, это я вам немножечко небольшой экскурс, забег в широкий курс «Разумный инвестор», где подробно разбираются все классы активов, которые существуют, их плюсы-минусы, и где и как можно, какой использовать и для какой цели он подходит. И вот мы наглядно видим, да, что если вы размещаете свои деньги на депозитах, вы будете в долгосрочной перспективе терять. Также в курсе «Разумный инвестор» разбираются и депозиты, где говорится, что депозит — это инструмент исключительно краткосрочного размещения денег. То есть где вам стоит держать небольшую часть ликвидную для каких-то ваших целей в зависимости от вашего распределения, либо же деньги, которые понадобятся вам в ближайший год, максимум два. Потому что в таком случае за этот горизонт времени инфляция не успеет нанести серьезных последствий, да, серьезного ущерба для вашего капитала. Но если же вы держите долгие свои деньги на депозите, вы получите эту историю. Может быть, вам сейчас это кажется таким, ну, получу и получу, зато денежки мои, да. Ну, это, скажем так, гарантия бедности. А мы двигаемся дальше. То есть мы уже с вами сделали первый вывод, да, что недвижимость может защитить нас от инфляции, но создать капитал, скажем так, это нам не поможет. А что же тогда поможет нам создать капитал? И вот здесь я на графике накладываю динамику индекса Московской биржи. То есть у нас также есть недвижимость, синяя линия. У нас также есть депозиты, серая линия. У нас также есть инфляция, оранжевая линия. И у нас есть акции, это желтая линия. И обратите внимание, в данном случае указана динамика индекса Московской биржи. Без учета дивидендной доходности. Если мы сюда добавим дивидендную доходность, то мы получим результат гораздо-гораздо выше. Итого давайте посмотрим. На старте у нас у всех было 100 рублей, 100 единиц, без разницы. Что мы имеем на выходе? Если бы мы наши 100 рублей в 99 году вложили бы в недвижимость, мы бы получили чуть больше там 700-800 рублей. То есть рост в 7-8 раз. Если бы мы вложили на депозит, то мы бы получили около 450 рублей. Рост в 4,5 раз. Если бы мы вложили наши 100 рублей в 45 раз, если бы мы вложили наши 100 рублей в акции, мы бы получили 7,5 тысяч рублей. Значительно обогнав инфляцию и став богаче. Почему это происходит? Почему это так? Объясню вам на одном простом примере. Акции — это есть бизнес. Бизнес создает какую-то услугу, либо же продает какой-то товар, либо же продает какое-то сырье. То, чем мы пользуемся в повседневной жизни. Пусть вам кажется, что вы не пользуетесь, но по-любому так или иначе. Ну, например, вы ездите на машине, вы заправляетесь бензином. Вы покупаете товары, естественно, вы платите за это деньги. Для производства товаров также используется там энергия, может быть какое-то сырье. Ну, не может быть, а точно какое-то сырье. Вы пользуетесь услугами, вы пользуетесь коммунальными услугами, да, свет, газ, что там, вода. И, соответственно, любой бизнес, задача любого бизнеса — это, естественно, неблаготворительность. Абсолютно неблаготворительность. У любого бизнеса есть рентабельность. То есть есть себестоимость товара, а есть рентабельность — то, за сколько он вам его продает. И вот эта дельта, она всегда будет уходить из вашего кармана и оседать в кармане бизнеса. И если мы будем экстраполировать это на индекс, на общее развитие бизнеса, на общее развитие рынка в целом, И эта дельта будет всегда утекать из вашего кармана, если вы не будете инвестировать То есть таким образом я хочу донести до вас одну сакральную мысль Те, кто инвестирует в бизнес, те, кто инвестирует в активы, в априори будут в перспективе становиться богаче за счет того, что бизнес имеет рентабельность, развитие Он становится эффективнее, он становится лучше, потому что любой кризис удаляет неэффективные бизнесы, появляются эффективные В индексе это все происходит самостоятельно и, соответственно, таким образом индекс это портал, да, то есть инвестиции в акции это портал Из кармана тех, кто не инвестирует, в ваш карман И на длинном горизонте, естественно, вы получите свои бонусы, о чем и можно видеть на этом графике Причем такая картинка будет складываться абсолютно во всех направлениях То есть сейчас я здесь вам привел пример именно с индексом российских акций, индекс Мосбиржи С рублевой инфляцией, с депозитами и, соответственно, с российской недвижимостью Если мы возьмем историю Европы, возьмем депозиты Европы, инфляцию Европы, недвижимость Европы, акции Европы Мы получим абсолютно один в один картинку, просто, может быть, с разными в плане доходностями и размером А так глобально депозиты в Европе давно уже не покрывают инфляцию Потому что депозиты в Европе 0, инфляция 2, то есть держа деньги в кэше, вы гарантированно теряете 2% евро Теряли, да, с 24, начиная с 21 года, инфляция в Евросоюзе уже 5% Да? Стало А будет еще больше, то есть в итоге мы получаем, что ставка по депозитам 0, инфляция 5 То есть держа деньги на депозитах, вы теряете 5% ежегодно И возвращаясь к этой табличке, вы получаете вот такой график Хотя деньги вроде как бы на депозит А в некоторых странах Евросоюза ставка еще и отрицательна по депозитам Соответственно, если мы наложим недвижимость, недвижимость также будет выше инфляции, выше депозитов Если мы наложим акции, мы получим вот какой-то такой график Облигации, кстати, будут где-то выше инфляции, но между недвижимостью То есть, если мы возьмем Соединенные Штаты Америки, там будет точно такой же график Единственное, что бывают периоды, бывают такие периоды, о чем тоже говорится в курсе «Разумный инвестор» В разборах классов активов, когда недвижимость может вести себя временно лучше, чем акции Но это, ну, например, там, период с 2003 года по 2008 год Перед кризисом ипотечным в Соединенных Штатах Америки Недвижимость, естественно, показывала динамику сильнее и лучше, чем рынок акций Но после 2009 года все вернулось на круги своя И это происходит именно за счет того, о чем я сказал чуть ранее За счет того, что бизнес — это история не про благотворительность, это про зарабатывание денег И как говорил великий Уоррен Баффет, запомню тоже эту фразу Вы никогда не станете богатым, пока не научитесь зарабатывать деньги, пока вы спите Так вот, когда я инвестирую в акции, я зарабатываю деньги, пока я сплю Например, индекс Мосбиржи, куда входит там? Газпром, Роснефть, Сбербанк, Новотек и прочее, 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 прочее Газ качается круглосуточно Роснефть, бензин, нефть продается круглосуточно Сбербанк работает, считайте, тоже круглосуточно Сделал Кирипо и так далее, да? Алроса продает бриллианты И все это происходит без моего участия С широкой диверсификацией и так далее и тому подобное Значит ли это, что нужно инвестировать все деньги в рынок Российской Федерации? Абсолютно нет И еще раз нет Ситуация 24 февраля 2022 года нам прекрасно показала И доказала те принципы и подходы, о которых я транслирую на канале YouTube В своем канале Telegram, где вы можете ознакомиться с ними О том, что для инвестора жизненно важно составить грамотное распределение и диверсификацию В ролике на канале YouTube есть такой ролик, который рассказывает о компенсируемом и некомпенсируемом риске Я рекомендую его пересмотреть И, соответственно, когда вы покупаете одну страну, вы получаете вроде как компенсируемый риск Относительно всех акций, которые торгуются на рынке Российской Федерации Но получаете некомпенсируемый риск, который относится к конкретно выбранной стране То есть, грубо говоря, в феврале 2022 года акции Российской Федерации, естественно, упали на геополитических рисках Но при этом акции той же Соединенных Штатов Америки, они не упали И таким образом, грамотно формируя свой портфель Вы снимаете с себя риски полной потери вашего капитала И таким образом вы диверсифицируете свои вложения и накопления И увеличиваете вероятность позитивного исхода То есть, еще раз повторюсь, нужна диверсификация и грамотный подход Самое важное, причем, да, как определить, а какие же там страны выбирать и так далее Естественно, это все зависит от вашей цели, вашего горизонта То есть, сказать вам сейчас наверняка, что вот, покупай этот, этот, этот И получишь там плюшку В любом случае, люди совершают еще и много ошибок здесь Скажем так, формируя неправильный портфель с точки зрения диверсификации Приобретая ложную диверсификацию Вот, например, если вы купите индекс S&P 500 И отдельно еще купите индекс на высокие технологии, там, NASDAQ Это не нужно делать, это глупо, это неправильно И почему это неправильно? Естественно, есть все ответы и вопросы в широком курсе разумный инвестор Вот вам, кстати, еще один пример Здесь на графике я специально привел изображение того Как с инфляцией борются государственные и негосударственные пенсионные фонды В данном случае мы видим, что вот у нас инфляция А здесь доходность фондов И обратите внимание, что в большинстве случаев Доходность этих же пенсионных фондов не успевает за инфляцией То есть, еще раз Если вы думаете, что на пенсии государство позаботится о вас Не позаботится Не будет у вас пенсии Достаточно глянуть только на эту картинку А защитить себя от инфляции можно только Вот таким вот образом Инвестируя в грамотно сформированный портфель Состоящий из нескольких классов активов И когда вы будете его ребалансировать Грамотно подобранный под срок, горизонт и прочие параметры ваши Вот То есть, соответственно, логичный вопрос Если вы не хотите остаться без денег на пенсии Тогда нужно действовать И действовать нужно уже прямо Сейчас А возможно даже вчера Потому что Главные друзья ваши в инвестициях Это время И сложный капитал Сложный процент Кстати, ролик о сложном проценте Также будет в описании к уроку И его я рекомендую посмотреть Вы должны понять, что чем раньше ты начнешь Тем больше ты в конечном счете получишь Чем меньше ты будешь дергаться и исследовать плану Тем больше ты получишь Об этом, кстати, и будет тоже статьи В описании к этому уроку Который я рекомендую вам посмотреть Вот И, соответственно Возвращаясь, да, к теме инфляции Что пока вы бездействуете Вы становитесь беднее Ну и давайте подведем, скажем так, ключевые выводы Если вы не инвестируете Вы становитесь беднее Почему? Я вам объяснил То есть вы каждый раз Покупая товар или оплачивая услугу Платите прибыль Компании, которая находится у меня в портфеле Айфоны Windows Gazprom FSCS И прочее, прочее, прочее Даже китайские акции в моем портфеле есть Поэтому мне без разницы, чем вы пользуетесь Но каждый раз Когда вы достаете деньги из своего кармана Часть этих денег Обязательно попадет в мой карман И это неотвратимо Депозиты не защитят вас от инфляции Я надеюсь, вы в этом должны были убедиться Так же, как и кэш Не защитит вас от инфляции Для чего и как нужно использовать депозиты Как я и сказал, можно узнать в курсе Разумный инвестор Инфляция — это крыса Которая тихо и незаметно сжирает ваши деньги Но о ней стоит помнить всегда То есть помните всегда Каждый раз, когда у вас лежат деньги Где-то кэшем или еще что-то Помните, что сзади вас Сидит крыса, которая откусывает Планомерно, постоянно Кусочек ваших накопленных денег И даже если вы сможете инвестировать Небольшую сумму денег Это нужно делать Потому что что-то лучше, чем ноль То есть часто, когда люди Рассчитав свои цели И, допустим, поняв, что они недостижимы Опускают руки Говорят, да, все равно ничего не достигнут Поймите одну простую истину Что если вы будете инвестировать Даже 5, 10, 20 тысяч рублей в месяц Тот же пенсионный свой портфель На выходе это все равно будет лучше То есть это будет что-то, а не ноль Понимаете? И здесь это важно осознать Что ж, у меня на этом все И до новых встреч в новом ролике Субтитры сделал DimaTorzok